Приветствую, друзья! Сегодня мы поговорим по поводу лучших полуавтоматических винтовок игры. Очень много было патчей, очень много изменений, поэтому сейчас вырвалась вперед одна из винтовок, которая, я считаю, топовая. Но возьмем все, которые были. Это значит у нас М1А первой волны, это считается одной из лучших винтовок СВД, потом Скар-Аш и полицейская МК-17. Значит, мы начнем с данных винтовок, они по урону самые высокие. Это у нас Скар-Аш и МК-17. То есть, чем хороши эти винтовки? Только дальностью стрельбы и урона. Все! МК-17 топ, Скар-Аш предтоп. Смотрите, то есть, я держу МК-17, то есть, она по урону самая топовая, да? Вот, стреляем, то есть, смотрите. И обратите внимание, какая отдача. Просто отдача очень большая, точность, не скажу, что хорошая, плюс, если так брать, то и стабильность у винтовки крайне вообще хреновая. Чем отличается Скар от МК-17? Ничем, только ниже урона. Все. Все то же самое, обратите внимание, то есть, если так стрелять, она же полуавтоматическая, да? То вот, если вот так стрелять, то лучше взять болтовку, конечно. Ну вот. Соответственно, данные две винтовки хороши, но только своим уроном и дальностью стрельбы. Соответственно, на этом все... Перейдем теперь к убитой М1А и СВД. То есть, чем хороша М1А? Это самая скорострельная полуавтоматическая винтовка. 300 выстрелов в минуту. Плюс. У нее достаточно хорошая стабильность. В отличие от предыдущих. Обратите внимание. Видите? То есть, у нее стабильность хорошая, если стрелять такими же выстрелами, как я стрелял предыдущими, то, соответственно, у вас попадает кучнее. Но если стрелять достаточно быстро, то, соответственно, точность ее убивается в ноль. Значит, делаем вывод. По М1А самая лучшая скорострельность. Неплохая достаточно темповая стрельба в плане именно отдачи. Но хреновая точность. Очень хреновая. Как и предыдущие две модели. Перейдем же теперь к СВД. Чем хороша данная винтовка? А у нее средняя скорострельность. По-моему, среди них самая низкая. По-моему, 260 выстрелов в минуту, если не ошибаюсь. А у этих 275. 275. 275. 300. Да, самая низкая по стрельбе. Но, на самом деле, это никак не влияет на итоговый результат. Потому что у нее нулевая практически отдача. Очень высокая мощность. И хороший темп стрельбы. Обратите внимание. То есть, по скорострельности я бы сказал, что она самая скорострельная. Потому что самая точная винтовка. В отличие от, например, предыдущих винтовок, которых очень... Предыдущих вообще самых первых. Я про SCAR и по МК-17. У них очень высокая отдача. У М1А ниже отдача. Но точность у них фактически у всех одинакова. У СВД такой проблемы вообще нет. То есть, вы можете стрелять достаточно быстро и иметь темп стрельбы. Сейчас подойдем именно к ближней дистанции. Я вам покажу, что такое на ближней дистанции СВД. То есть, вы можете спокойно долбить противника с ближней дистанции. И вообще не пасть. У вас 9 из 10 пуль попадут именно в голову. То есть, даже не уведет. Но если вот прям отпустить, то тогда увы. Соответственно, если мы берем... Итог подводим. Если мы берем МК-17. Это самый топовый урон. Но у него хорошая дальность. Хреновая кучность. Хреновая точность. Плюс нестабильная абсолютно винтовка. Скораж. Это вообще проходная модель. Я в ней даже вспоминать не буду. М1А. Самый высокий темп стрельбы. Более-менее неплохая отдача. То есть, вы ее можете регулировать. Но опять же, плохая точность. Спасибо разработчикам. Угробили отличную винтовку. Соответственно, у нас... Если брать кучность, точность. То можно выбрать СВД. Как топовую винтовку. Потому что вы сделаете выстрелов больше. И точнее, чем из предыдущих винтовок. Соответственно, она по коэффициенту будет выше. Чем предыдущие все винтовки. Не забывайте, что у М1А и у СВД по 10. Патрон в магазине. У данных винтовок по 20. Где там вторая? Вот. По 20. Патрон в магазине. Соответственно, даже преимущества в магазиннике не дают плюсов в тех, которые дает СВД. То есть, вкупе можно сказать, что СВД сейчас топовая винтовка. Плюс ее можно найти где-то под полтинник урона. Соответственно, она будет не уступать... Иметь во всех отношениях М1А. Не уступать практически Скару. Единственное, уступать по урону МК-17. Но не забывайте, у нее есть гигантский минус. У данной винтовки. У СВД. Она только на ближней и средней дистанции. Потому что дальность даже с М1А. Обратите внимание. В два раза практически. Чем ниже у вас дальность, тем меньше вы наносите урона на дальней дистанции. Не забывайте данный фактор. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.